Эта женщина называет себя Татьяной, точнее Татьяной Викторовной Скорик. Она живет прямо на лестнице в одном из подъездов дома номер 15 по улице Некрасова. На старости лет женщина оказалась на улице без паспорта и средств к существованию. Чтобы оформить новые документы, нужны люди, которые могли бы подтвердить ее личность. У меня подружки все умерли. Ей 58 лет, была замужем, развелась, лишена родительских прав. Ее асоциальное прошлое привело к бездомному настоящему. Зимой она морозила ноги и лежала в больнице, вылечилась и снова оказалась на улице. Сначала я была у друга, ночевала месяц, а потом вот месяц так мотаюсь. Кто и как должен помогать таким людям? За разъяснением мы обратились в Управление социальной защиты нашего города. По телефону нам пояснили, что о проблемах Татьяны Скорик они знают и занимаются их решением. Как только женщина получит новый паспорт, ее направят в интернат или специализированную медицинскую организацию области. Но до этого времени ей придется жить на улице, либо мотаться из подъезда в подъезд, так как в Сарове нет учреждений с возможностью круглосуточного пребывания людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Полиция тоже не может помочь. Находиться в чужом подъезде не запрещено. По закону, даже если сотрудник составит протокол об административном нарушении, максимум, что может получить человек, до 15 суток ареста.